Скандал вокруг высылки в Казахстан семи банкира и политика Мухтара Аблязова, где два ли не центральная тема итальянской прессы и правозащитных организаций. В интервью одному из итальянских телеканалов представитель правозащитной организации Amnesty International Рикардо Ноури открыто усомнился в том, что Италия может считаться правовым государством. Ситуация демонстрирует полную политическую безответственность властей и неуважение прав двух граждан Казахстана, то есть в целом неуважение прав человека в Италии. В связи с незаконной депортацией супруги и дочери Мухтара Аблязова, директор программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии Джон Тальхаузен требует расследовать этот инцидент и наказать лиц, которые причастны к теперь уже откровенно политическому скандалу. Власти Италии должны приложить максимум усилий, чтобы обеспечить полноценное расследование любых нарушений прав человека, которым подверглись эти люди, и добиться того, чтобы виновники понесли уголовную ответственность. Только после этого можно списывать со счетов утверждения о тайном сговоре между представителями итальянских и казахстанских властей. Независимый политик и журналист Амиржан Косанов внимательно следит за ситуацией вокруг семьи Мухтара Аблязова. Как человек, отлично знакомый с казахстанским правосудием, убежден, если в Италии вполне возможно виновных накажут, то с Казахстаном все однозначно. Я даже думаю, что никто не будет наказан в Казахстане. Потому что все понимают, что эти чиновники, которые делали антиправные действия, противоправные действия против Алмы и дочки Мухтара Аблязова, они наоборот получили конкретное поручение сверху и выполняли. И это не было их личной инициативой. И, естественно, Аккорда не сможет их наказать. Правозащитник Галым Агилев одним из первых посетил выкраденных супругу и дочь Мухтара Аблязова в Алматы. Здесь она себя чувствует как лицо, которое просматривают, которое фиксирует передвижение по городу, будь то, когда она выходит. Поэтому она старается не выходить, быть внутри дома. И поэтому она знает, что любое передвижение фиксируется. И поэтому она не чувствует себя свободной. Пока Алма Шалабаева, шестилетняя Алла, находится в доме своих родителей, в Италии идет внутреннее расследование по факту незаконной выдачи семьи Мухтара Аблязова. Руководит расследованием министр внутренних дел Анжелину Альфана. Он соратник по партии бывшего премьер-министра Италии Сильве Берлускони. Последнего теперь публично называет другом президента Казахстана.